Девушки отдыхают Но он ведь не нарушил никакие правила Ты не понимаешь, он был уже у самого финиша, он бы выиграл, но он хотел убить Дина То есть для тебя это не просто гонка? Ты идешь не за победой? Да, плевать на победу и приз. Я хочу убить Сэмпсона И это твой лучший план мести? Люди часто гибнут на трассе. В этом нет ничего необычного Все по правилам. Никаких вопросов. Это же гонки А что если Сэмпсон вообще не будет участвовать в гонке? Он будет. Этот никогда не упустит случая повыделываться Он чемпион прошлого года. Конечно же он захочет повторить успех Чего ты от меня хочешь? Чтобы я помог его убить? Если придется сделать выбор, мне важнее убить Сэмпсона, чем занять первое место Прости, что соврала тебе, Ви Ну раз тебе это так важно Я согласен Давай уделаем эту сволочь Спасибо тебе Это Очень важно Правда, очень Увидимся в финале? Да До встречи, Ви Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Продолжение следует... 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 Удачи тебе, Ви. И будь все-таки аккуратнее на поворотах, а то впишешься в стол. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Скиппи? Серьезно? Серьезно? Повышаю громкость на 66%. Диме? Причина – кража. Исходный владелец. Данные отсутствуют. Предлагаемое решение отсутствует. У меня оно есть. Я тебя заберу. Обработка запроса. Возражений нет. Субтитры сделал DimaTorzok Нет. Нет. А почему? Вообще-то я твой хозяин. Повышаю громкость на 300%. Нееееееет! Для выполнения этого действия необходимы права администратора. Этих прав у вас нет. У тебя все нормально работает? Запускаю диагностику системы. Проверка займет около 47 секунд. Чего? Что ты делаешь? Скрашиваю ваши ожидания в приятной мелодии. Бум-бум-бидум. Бум-бум-бидум-бум. Проверка успешно завершена. Программа Скипи-Альфа версия 0.01 работает исправно. Ладно, ладно, а что ты умеешь-то, кроме как по ушам ездить? Основная функция – автоматическое наведение. В случае угрозы пользователю – автоматическая стрельба. Выберите один из двух режимов работы. Режим первый – пацифизм и щеночки. Огонь ведется по нижним конечностям противника. Режим второй – хладнокровный убийца. Огонь ведется исключительно в голову. Хладнокровный убийца – как раз по мне. Применяю настройки. Ой, ёв. Поздравляю, выбран режим «хладнокровный убийца». Приятной резни. Применяю настройки. Продолжение следует... 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 с папой помощь понадобится. Конечно. Может даже скидку вам сделаем. В горле что-то пересохло. Давай-ка сначала выпьем. С тобой хоть сейчас. Нет, все мои проблемы, эти заговоры, все из-за тебя. Ты же знаешь, я все потеряла. Из-за тебя. Не надо орать. Повторяю еще раз. Научись сама решать свои проблемы. Слышишь, что бести? Иди нахуй! Не советую с ней связываться. Бести, есть разговор. Все в порядке. Хм. Ты не из наших. Как тебя зовут? Я Ви. И что тебе от меня надо, Ви? Да, это она. Столько лет прошло. Ты только посмотри. Сидит себе на диване в посмертии. Сейчас аккуратно. Она тебя насквозь видит. Говори, как есть. Это девица. Отчего она выбесилась? Ее спроси. Наверное, рыдает где-нибудь тут, в углу. Мне нужна помощь. Хочу кое-кого найти. Кого? Одного крутого инженера, Андерса Хельмана. Он из Иросаки. Секунду. Андерс Хельман. Пробьешь мне его? Ха. Спасибо. Рано благодаришь. Во-первых, моя помощь не бесплатная. А во-вторых, все эти люди. Декстер Дешон, Джеки Уэллс, Тибак. Я о тебе много слышала, Ви. Ты буквально идешь по трупам. Скажи, может, тебе просто не повезло? Узнаю, сучка. Спроси ее про Росака Тауэр. Как меня подстрелили у нее на глазах. Хочешь зачитывать некрологии? Серьезно? Окей. Как скажешь. Джонни Сильверхенд. Погиб в Росака Тауэр прямо у тебя на глазах. Мне продолжать или поговорим серьезно? У тебя железные яйца. Не лучший аксессуар, но тебе даже идет. Но меня чувствами не проймешь. С чувствами я давно завязала. Дело есть дело. Нужна моя помощь. Выкладывай Эдди. Ага. Должно хватить. Угу. Приходи завтра, поговорим. Я к Бестии. Она меня ждет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok освободи место садись надеюсь ты его нашла такую целеустремленность редко встретишь он настолько тебе нужен это вопрос жизни и смерти этого я тоже давно не слышала бутылку оставь не стесняйся можешь угощаться твое здоровье твое здоровье оно тебе понадобится спасибо никс королева по смерти кто бы мог подумать на держи щепку на ней много всего интересного и она поможет знаешь бестия болота еще бесчувственная сволочь но она всегда доверяла чутью по-моему ты прошел ее проверку посмотрим что-то нарыла этот твой хельман не проходит ни по одной ведомости зато он засветился в секретных файлах тянь ти это дочка кантао китайской корпы это кефиговый листок кантао проводит через нее разные деликатные операции понимаешь он наверное работал над чем-то секретным теперь его защищают а тарасаки а тарасаки или другой корпорации которой нужно то что он знает это расшифрованный маршрут ближайших конвоев кантао думаешь в одном из них будет хельман как я пойму в каком вот подробности по этому конвою одно ави поддержки земли нет накладных на товар тоже нет стран то иногда перевозит грузы без всякой регистрации если хочет продать что-то из-под полы но глянь загруженность которую вбили в систему слишком малый вес груза на борту нет зато смотри какой шикарный список пассажиров охрана кантао плюс какой-то вид угадай откуда перевозка это хельман и это хорошие новости сейчас начнется это все засекреченная информация тебе всегда ее по первому чиху скидывают я знаю где искать и кому выкручивать руки я вообще не люблю тратить время особенно на глупые вопросы а что за плохие новости а плохие новости их место высадки видишь все это воздушное пространство найт-сити понятно то есть нам тут же отвесить люлей дублестная полиция а а здесь уже слишком близко кантао стоит нам косо посмотреть на ави они сразу отправят своих амбалов зато вот тут равнина джексона узкий коридор между найт-сити и территории кантао сегодня тебе мертвая зона там я его и возьму тебе нужен кто-то из местных чтобы организовать весь движ и подогнать технику быстрее сдохнуть чем засечь такое ави я о нем слышал кое-что предыдущие модели летали во время войны эти мамонты очень быстрые и защиты у них все в порядке лезть к ним бессмысленно даже с хорошим оружием все равно ничего не выйдет речь не про оружие а про способы есть люди которые знают или по крайней мере умеют импровизировать кто-то из местных ты знаешь там наемников только одну по нам палмер у нее терки со своим кланом но она настоящий кочевник и знает те места вот она тебе и поможет и и не будет выбора у нее не будет выбора звучит не слишком обнадеживающе для нас обоих ну а за такую цену ничем больше тебя обнадежить не могу это мой единственный шанс добраться до хельмана понимаю хозяин барин видут что-то не так странно мне казалось кочевником нахер не упали ни города не их жители все зависит от клана от их связей и от того как дерьмова им живется в целом ты прав альдекальда редко имеет дело с городскими у по нам другое мнение вот-вот и не только об этом почему по нам должна мне помочь тут какой-то подвох большой подвох по нам иногда перевозит для меня товары а в последний раз все пошло не по плану она прокололась мягко говоря провалила всю операцию потеряла товары машину она сделает все чтобы вернуть груз для нее это вопрос честь ладно я могу ей помочь но мы же не знаем где искать знаем я знаю ты знала но не сказала по нам со мной тоже будешь играть в кошки-мышки моя работа замечать расклады и использовать возможности допустим я и обо всем расскажу что она сделает конечно схватиться за ствол и начнет играть святую месть финал немного предсказуем я огорчаюсь когда хорошие исполнители дохнут по глупости то есть я для нее единственный шанс она для меня две пешки на доске бестии ты быстро учишься для пешки окей расскажи что ты знаешь 1 сити есть заброшенный город рокки ридж по нам знает где езжай туда и верни товар тачку тоже сначала конечно свяжись с ней я пришлю тебе контакты да уж наконец-то пойдем уже отсюда все ясно спасибо удачи оооо я я не могу алло привет панам твой номер мне дала бестия меня зовут ви класс а что еще эта старая сука хочет меня втянуть да забудь ты про бестию я хочу тебе помочь как мило знаешь ты немного опоздал передай бестии пусть она поцелует меня в задницу расскажи это своему психотерапевту я звоню насчет твоей машины и товара тебе интересно или мне тоже тебя в задницу поцеловать товарный склад на банито стрит который на выезде из города встретимся там до встречи иди сюда поболтая при этом как же и подожди еще немного пожалуйста рипер сейчас приедет почему вы не поехали в клинику тут безопаснее чем законный порядок гарантия безопасной жизни граждан а и а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То, что она чужая. Я спросила, где моя тачка. Бестия сказала, мы можем помочь друг другу. Как я не догадалась. Значит так. Или говори, что знаешь, или иди нахер. И бестию тоже с собой прихвати. Ясно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, тише. Успокойся. Ты мне не указывай. Хорошо. Смотри. Я знаю, где груз и твоя машина. Но в одиночку ты их не вернешь. Все это слишком рискованно. Так что давай договоримся. Чего ты хочешь? Надо сбить транспорт к Кантао. Будет непросто. Мне надо знать, потянешь ли ты. Что за хуйню ты несешь? Насчет тебя или насчет дела? Ави Кантао будет пролетать над равниной Джексона. Это вроде как хорошо. Ха. Да не то чтобы. На борту будет один тип. Он-то мне и нужен. Да, блядь. А потом я тебе скажу, где товар, и помогу его вернуть. Ну, как тебе план? Ну, не знаю. Я... Черт. Ладно, идет. Только у нас ничего не получится, если мы не вернем мой Тортон. Где он? Разве товар не важнее? Да хер бы с ним. С такой тачкой я могла браться за любые перевозки. А без нее мне только пиццу доставлять. И то. Машина в руки Риджи. Как я понимаю, ты знаешь, где это. Там и твоя тачка, и товар. Нэш, я тебя выебую и высушу, сраный ты мудила. Нэш твой чумба? Это он тебя подставил? Ты его так не называй. Хорошо. Напарник. Бывший напарник. Херовая история. Этот сучок меня кинул. Зажал мою машину и товар. Теперь собирается загнать все сам в руки Риджи. Но его ждет горькое, блядь, разочарование. Ну, поехали в Рокки Ридж? Погодь. Мне сначала надо подумать. Черт. Да. Нам нужна подмога. Завернем по дороге кое-куда. Расскажешь, куда? Секунду, позвоню заказчику. Пусть пока помаринуют этого мудилу. Она хочет с ними договориться за спиной убийствей? Смелая девочка. Или тупая, как пробка. Привет, босс. Нэш хочет передать вам груз в Рокки Риджа. Правда, я об этом узнала задним числом. Босс, я с ним разберусь. Только дай мне шанс. Босс, ну ты чё? Сколько я для вас ездила? Хоть раз я облажалась? Я тебе клянусь. После заката? Окей. Нет, встречу не отменяй. Просто не приезжайте, я разберусь. Ты еще спрашиваешь? Само собой. Спасибо, босс. Ты не пожалеешь. Все, мне дали время. Босс, который с Виста Дель Рей не знал, что ты работаешь на шестую улицу. А что, нельзя? Да нет, можно. Они до сих пор сходят с ума по звездно-полосатому флагу и американской мечте. Ну да, сходят. Но мне вообще насрать. Они хорошо платят, остальное похуй. Ну, куда теперь? В лагерь Аль-де-Кальдо. Надо повидаться кое с кем из моего клана. Да не то, чтобы этому рада. Не твое дело. У меня остались там друзья. Думаешь, они нам помогут? В роке Риджа. Я надеюсь. Я знаю про твоих друзей. Бестия сказала, вы не особо ладите. Ну, раз бестия сказала, значит, так и есть. А что, нет? Хочешь меня выбесить? Ладно, молчу. Это временно. Мы по-прежнему семья. То есть, все сложно? Да, можно и так сказать. Ладно, поехали. Садись. А эта тачка откуда? С какой-нибудь парковки на ранчо? Вот именно. Чё-то не нравится? Мне? Нет, конечно. Вкус или есть, или его нет. Отъебись. Далеко этот лагерь? Прямо за городом. По девятому шоссе и на восток. Как тебя вообще угораздило? Цвет понравился. Освежители, детское кресло шли в довесок. Ты же знаешь, что я не про тачку. А что я должна сказать? Что я хочу пристрелить напарника, который меня наебал и слился? Что моя фиксерша выставила меня дурой? Ты сам-то? На кой чёрт тебе сдался этот хер из Зави? У него инфа, которая мне нужна. А у меня не так много времени, чтобы её достать. А чего ж она мне не сказала, что знает про Нэши? Бестия? Вообще без понятия, о чём она думала. Какая же она мерзкая баба. Бестия королевы по смерти. Мы для неё просто пешки. Ты меня назвал пешкой? Она непростая тётка. Она пробилась наверх, потому что разбирается в людях. А если она и не договаривает, это часть её профессии. А по мне она просто двуличная сука. Ты в курсе, что она поставила меня работать со стилетом? Что, наш стилет? Ага. Он из духов. Это самая крупная банда стилетов в округе. Знаешь же про них? Это кочевники, которых выгнали из кланов? Обычно, да. Кочевники не выгоняют своих ни за что. Выгоняют убийц, насильников, извращенцев. Они собираются в группы, иногда в банды. За голову большинства из них назначена награда. Круто. Эта сука поставила меня с таким дерьмом работать. Может, у неё были причины? Да ладно. Да эта сука рта не раскроет, пока не просчитает, что ей выгоднее сказать, а что скрыть. Ох ты, кого пыльная буря принесла. Это Мираж или у меня Белочка начинается? Да идите нахер. Ну-ну. А это кто? Нянька моя. Ви, это Скорпион и Мич. Мои старые друзья. Привет, парни. Здорово. Каким ветром тебя занесло, городская штучка? В городе стало скучновато. Ты вообще представляешь, как старик психанёт, когда тебя тут увидит? Я буквально на минуту. Солу говорить не обязательно. Нам нужна помощь. Какая помощь? С чем? Стилеты наебали по нам. Мы хотим объяснить им, что так делать нехорошо. Всё настолько плохо? Иначе я не стала бы слушать ваши тупые подъёбки. Ты знаешь, мы всегда за тебя, сестра. Но сейчас вообще никак. То есть вы мне не поможете? А, старик сказал нам сидеть тут, пока не вернём в строй генераторы. У них батареи скопытились. Генераторы? Вам какие-то генераторы важнее, чем я? Ты опять прикалываешься? Нам очень нужна помощь. Не в этот раз. Мы нужны клану. Блять, ну пиздец. Вы будете сидеть тут, потому что Сол приказал? А на меня вам насрать? По нам. Это не для Сола. Это для клана. Ты же понимаешь. Слушай, из лагеря мы не выйдем. Это без шансов. Но про снаряжение Сол ничего не говорил. Ладно, поняла. Тогда я возьму твой карабин. И своего по мелочи. Бери, что хочешь. Только будь осторожна. Да уж, ладно, спасибо. Сейчас грибу снарягу и больше вас доставать не буду. У тебя остался только я. Угу. Ты расстроена? Да нет. Скорее разочарована. Привет, по нам. Ты к нам надолго? Не, на пять минут. Поболтаем в следующий раз. Привет, по нам. Ты привела новенького. Сола уже знает? Ага, не твое дело. Можешь помочь? А что внутри? Пара мелочей, которые могут пригодиться. Бери. Отлично, это все. Поехали. Вы с Солом помирились? Ты возвращаешься? Панам! Заглянешь к нам, дорогая? В другой раз, Элли. Честное слово. Ну, мне пора. Да, да, вали уже давай. Звони, если что. Присматривай за ней, Ви. Кидай в багажник. Можем ехать, залезай. Кидай в багажник. Кидай в багажник. Сам видел, чем все кончилось. Пары палаток на куче песка. Ну, пиздец, земля обетованная. Я хотела чего-то другого, получше. Сол просто трус. Он скоро похоронит этот клан. Я уверена. Скорпион и меч хорошие чуваки. О таких друзьях можно только мечтать. Вообще, на их месте я бы тоже осталась в лагере. На соло и генераторы можно забить, но клан превыше всего. Только я теперь сама по себе. Они все еще считают тебя своей. Вон как о тебе заботятся. Угу. А у тебя как? Есть близкие? Не, пока что нет. Но, может, скоро будет? Окей. Эти ребята были в армии? Скорпион и меч? Да. Панцербой. Были контрактниками на последней войне. Панцербой? Они летали на этих огромных транспортерах? Скорпион летал. Митч был в охране. Им обеспечили самые крутые боевые импланты и кошмары до конца жизни. Мне говорили, что Рокки Ридж это пыльная дыра посреди ебаного ничего. Жители или переехали в Найт-Сити, или просто куда-то свалили. Вот ты уже почти все знаешь. Местные ждали, что туда протянут автостраду. Ну, тогда там хоть как-то можно было бы жить. Но не срослось. И много таких заброшенных городов? Сотни? В стране-то тысячи. Ехала я как-то по И-80. Остановилась после заката, когда машин уже не было. И тут услышала. Что? Как воет ветер в заколоченных окнах. Как по песку шуршит перекати поля. Так и умирают города. Потихоньку. Не с громом, а со всхлипом. Все. Мы приехали. Что делаем? Готовимся к встрече со стилетами. Время не в обрез, будем импровизировать. Сперва все осмотрим. Может, найдется что-то полезное. Что? Что такое? Эм. Рокки Ридж мертвее мертвого. Все поломано. Ничего не работает. Ну что, нашел что-нибудь? Ничего. А тебя не осенило? Стилеты же подъедут после заката. Значит, устроим им сюрприз. Надо только подключить питание. Тут ничего не работает. Все отключено. Это ненадолго. Давай проверим подстанцию. Ну, давай. Я нашел выключатели, но питания тут нет. Неважно, спускайся. Я знаю, как удивить этих мразей. Смотри, перекресток подключен к этой подстанции. Правильно? На крыше распределитель. Если включим свет, тут станет светло, как днем. Понимаешь, к чему я? Окей, найди питание, а я поищу точки доступа. Ага, мало ли сколько их подъедет. Может, целая бригада. Надо их как-то обхитрить, чтобы потом добраться до моей машины. Не парься. Я все придумал. Поиграем с ними на перекрестке. Вот это я понимаю. Пускай поищут, кто это приехал такой изобретательный. Только сперва надо запустить терминал внизу. Без него от распределителя никакого толку. Пошли подключим его к аккумулятору от машины. Живо заработает. Подождешь меня у подстанции, хорошо? Я сейчас пригоню машину. Пошли подключим его. С панелью вроде все норм. Если в обход подрубить к источнику питания, должно сработать. Останется только все раскочегарить. Возьми кабель из багажника. Попробуем завести от аккумулятора. Красный подключен. Погоди. Надо тут наверху все подрубить. Готово. Теперь минус. Прощай, старушка. Ты нам хорошо послужила. Все, ток есть. Включи питание внутри, там должен быть терминал. А потом бегом на крышу. Без проблем. Я пойду на башню. Оттуда перекресток, видно как на ладони. Как только я подам сигнал, включишь электричество. Ясно? Так точно. Распределитель подключен. Супер. На перекрестке будет весело. Пойдем на позицию. А теперь ждем. Не забудь включить питание, как только мы их заметим. Как думаешь, откуда приедут стилеты? Думаю, с северо-востока. С недостроенной магистрали. Окей, прикрывай меня на всякий случай. Конечно. Едут на моем тортике. Видишь его? Да как его не заметишь? Лучше не светиться. Попробуем сделать все по-тихому. Если что, я начну их отстреливать. Идет? Идет. Ну и где этот ебучий босс? Эй, ждите их здесь. Готовься. Шоу начинается. Да будет свет. Поцепичи под тачки. Он водила. Девица с ракезом. Норм примета. У меня ловушка. Вперед. Прочешите тут все. Я буду внутри. Кого увидите, включите. Ты как-то все это включил. Может я сверху направлюсь? Попробуй. Ты нечего, не веришь? Думаешь, люди просто собрали планет и ушли? Попробуй. Это замерли эту историю. Бизнес, ничего личного. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Пересядь, я поведу. Ладно, ладно. Отдаю руль профиль. Наконец-то. Ну, скажи, крутой малыш. Просто мечта. Понятно, почему ты хотела его вернуть. Он меня дополняет. Видишь, справились и без Митча, и без Скорпиона. Не радуйся, еще не конец. Нет. Товар у тебя, машина у тебя. Но я не получила Нэша. Его не было в Роккеридже. Этот мудак не приехал. По нам. Слушай, у меня есть план. Нет. Мы собирались найти машину и товар. Мы их нашли. Шестая улица ждет сигнала, а я... Твою мать! Послушай меня! Я знаю, где у них нора. Чуть дальше по старой недостроенной автостраде. Они нас не ждут. Я прямо уверена. Ладно. Где там у них логово? Буквально за поворотом. Спасибо. Понимаешь, Нэш? Я ему верила. Он первый, с кем я начала работать после Аль-де-Кальда. После переезда в Найт-Сити. Я доверяла этому уроду. Я тебя понимаю. Правда. Меня самого тоже однажды так предали. Ты им отомстил? Не успел. Кое-кто другой оказался быстрее. А если бы успел, ты бы отомстил? Конечно. Без вариантов. Скоро все кончится. Ну что, вперед? Пизда ему. Пизда ему. Пизда ему. Что, сука? Ты что, думал, я тебя прощу? Тебя сильно ранили. Пизда не опустела. Займите. Внимание, перезаряжают. Ебало, блять, свое завали. Да шипи. Осторожно. Эти уроды с другой стороны. Боку давай. У меня перезарядка. Прикрой. Держись, Ви. Никакой пощады. Ты сука, серьезно? А ну-ка, делись! Ты же снайперы, прячься! Ах, конечно. Позиция опустела. Поймите. Тебя сильно ранили. Яблочко. Яблочко! Зашибись! Поймите! На, держи! Снайпер вылез! Где лофта? Вот так! Ви, раскочегаривайся! Твою мать! Насколько можно? Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователей. Взламывай! Как же из трупа дело? Дубопытный факт. Согласно традиционным безмерческим зрениям, вы сгорите в аду. Я с тобой сам разберу! Ура! Отлично! Отлично! Ура! Отлично! Не останавливайся. Девушки отдыхают. Я уж думала, не забыла ли ты о делах, пока играла в Вендетту. Сука. Ну как, стало легче? Ну немного. Поехали отсюда. Девушки отдыхают. Просто она забыла, как сама была на нашем месте. Надо бы ей про это напомнить.